Кааба во времена правления Османской империи В 16 веке при султане Явузе Селиме Аравийский полуостров и весь Ближний Восток вошли в состав Османской империи. Так для Аравии начался новый период развития. Область, где располагались Мекка и Медина, стала называться Вилайетом, то есть провинцией под названием Хиджас. Священные земли ислама Мекка и Медина более 4 веков находились под управлением Османской империи. В тот период Османская империя значительно расширила свои границы на Балканах, в Европе, на Ближнем Востоке, но Хиджас всегда занимал особое место среди огромных владений земель Османской империи. Статус Хиджаса был священен, султаны уделяли его благоустройству и охране особое внимание и усердие. Все архитектурные работы, которые проводились в тот период вокруг Каабы, должны были соответствовать стилю и духу Каабы. Ничто из строений не могло быть выше и величественнее Каабы и Мазжид Аль-Харам. Примечательно, что одна из первых железных дорог на Востоке была проложена при султане Абдул-Хамиде. Железнодорожное сообщение В Каабе проложена первая железная дорога, дабы облегчить путь мусульманам, направлявшимся в Хадж. Однако, тогда при прокладке рельс, под них устанавливались специальные материалы, которые должны были нейтрализовать шум рельсов и сотрясение земли от езды поезда близ Мекки. Столь чутким было отношение османских властей к этим землям. Падишахи Османской империи относились к Мекке и Медине не как к землям, которыми они владели, но как к землям, ради процветания и благоденствия которых они служили. Поэтому все правители, начиная с султана Явуза Селима, к своему титулу падишахов Османской империи неизменно добавляли титул «Хадим-Уль-Харемейн и Шерифейн», что означало «Служители священных земель Мекки и Медины». В Османский период хиджаз очень преобразился. Мазжит Аль-Харам стала воплощением строго архитектурной изысканности и красоты, символом чистоты ислама. Во времена правления султана Селима II в начале XVI века деревянная крыша галереи Мазжит Аль-Харам была снята и покрыта белоснежными мраморными плитами, поверх которых украшена золочеными куполами с золотыми полумесяцами по всему периметру. Позднее, в годы правления султана Ахмеда, султана Абдул-Хамид I, Мурата IV, Махмуда II и Абдул-Маджида территория Каабы вновь расширялась. К Мазжит Аль-Харам достраивали новые украшающие сооружения. На обновленные галереи было добавлено еще 500 маленьких куполов османского стиля. Были отреставрированы и переделаны все 19 ворот Мазжит Аль-Харам. Вокруг места обхождения были сооружены светильники. Современный вид Каабы и архитектурный вид Мазжит Аль-Харам были заложены знаменитыми османскими архитекторами и мастерами. В последние годы правительство Саудовской Аравии начало работы по новому проекту, который должен завершиться в 2007-2008 годах. Этот проект должен полностью изменить облик Мекки. Площадь вокруг Каабы будет значительно расширена, так что даже часть дороги, идущей из Джидды в Каабу, будет включена в эту площадь. Таким образом, планируется, что территория Мазжит Аль-Харам увеличится в три раза, и более трех миллионов мусульман смогут одновременно совершать здесь молитву. Продолжение следует...